всем привет дорогие зрители а я сегодня хочу я мы хоть давайте я начну вечер добрый я хочу взять на себя может быть несколько несвойственные функции выступить для начала в роли ведущего значит ко мне сегодня приехал мой фактически хороший друг агася который помог нам сюда перебраться значит агася меня хотел расспросить о том какие ошибки могли бы быть потенциально скажем аннулированы при переезде суда да есть полезная информация для наших зрителей на для наших подписчиков у всех этот вопрос в первую очередь если они желают переехать в турции и какую ошибку они не должны сделать вы пожалуйста расскажите ну ну да конечно хотелось бы как это я думаю любому человеку учиться на чужих ошибках но к сожалению это не всегда получается но для начала я могу сказать достаточно банальные вещи которые страны достаточно широко что если вы собираетесь купить квартиру и если к этому есть такая возможность лучше приезжать поздней осенью или местной зимой значит смысл в чем если есть какие-то протечки есть какая-то плесень есть какие-то нестандартные вещи которые в холодную погоду сырую проявляются они вылезут очень наглядно мы вот с этим тоже столкнулись мы когда приезжали смотрели было тепло сухо все улыбались замечательно прекрасные виды но были конечно да но это было это был фактически конец августа был жара по сути дела потом приехали на оформление сделки октябрь все равно было очень тепло и значит сделали тут мой час ремонт прошло но недели полторы две как раз погода соответствующие тому что надо иметь ввиду и появились после ремонта какие-то странные пятнышки может быть они проявятся в дальнейшем может быть и нет но если вы приезжаете как раз вот такой скажем не очень ласковый сезон то вот эти вещи будут очень хорошо наглядно видны это все понятно но до вашего период переезда именно в турцию вас какие-то были вопросы которые не смогли до сих пор ответить но вопрос ответа на вопрос вопроса была всегда ошибки какие-то вы наверное много думаю что совершили который советую нашим зрителям чтобы они эти ошибки не совершали но один из моментов которые у многих вызывают такие достаточно большие проблемы и скажем волнея на в том числе и душевно как расплатиться за покупку квартиры но существует несколько способов перевод через банковский значит какие-то чеки даже есть варианты через bitcoin мне рассказывали есть такая технология правда с ней не очень хорошо знаком и с моей точки зрения самый простой и очевидный вариант это просто привести на личный день у всех это вызывает какой-то шоковый спрятки боятся боятся да ельник мошенник да на самом деле ничего страшного нет значит если вести речь о россии вы идете в красный коридор заполняете маленькую бумажку под названием по он декларации если не ошибаюсь пишите происхождение но стандартная фраза заработал в течение трудовой деятельности если положим ты там не 20 30 лет не чуть постарше цель покупка недвижимости пишешь эти галочки соответственно ставишь у некоторых таможенников возникает вопрос посмотреть они обманываешь ли ты с точки зрения суммы они могут пересчитать пересчитывать отдаете обратно желает счастливых пути и ты чапаешь своей дорогой дальше декларации сколько максимум можно указать например но я думаю это большинство уже народу знает если до 100 тысяч не евро а долларов то в принципе вот эта процедура она вполне проходная и никаких вопросов не возникает если вы хотите привести сумму более 100 тысяч долларов можем покупать коттедж или огромную какую квартиру то тогда потребуется какие-то документальные подтверждения происхождение этих денег денег и соответственно надо запастись какие-то бумаги но до 10000 долларов вы можете провести вообще на человека дома человек начало не то есть если семья то муж может 99000 взять и жена положим 99000 и совершенно спокойно против если есть у них проблемы с переводом мы как решаем как помогаем приезжайте в турцию открывайте расчетный счет в банке на свое имя при открытии идете в инн открывайте налоговый номер пишите адрес где покупаете ту недвижимость и там они дают выписку там ставится печать при помощи от выписки выписки идете в банк открывайте там расчетный счет имя банка не буду говорить потому что банков много много у каждой свои правила кто-то без внж вообще не делает но если им сказать что мы будем переводить большую сумму то они с радостью откроет он без внж они разве тоже могут быть есть по таким манчиком сейчас нога этого не слышал есть по знакомству тоже делать и потому что мы когда приехали первый раз ознакомить на весной тоже поинтересовались насчета нам сказали если это не комета то счет не открывают у меня было в момент что мы открыли счет со своего телефона же российский банк там не знаю с другой страны германии и другие перевели на свой же счет там уже вопросов нету потому что это супер на нас отправляет деньги там никаких вопросов банк не задаст если чужой имя фамилия на чужой счет то задает вопрос по какой причине отправлять кто это друг родственник доказательства хотят но я хочу может быть еще тоже такой нюанс затронуть я в свое время когда тоже думал о переводе во-первых перевод денег в зависимости от банка он стоит и отнюдь не 100 рублей в разных банках разная комиссия перевода нет это процедура да свифт но каждый банк берет комиссии и я просто поинтересовался например наш банк где я хотел сделать перевод это райфайзен там по сути дела несколько сот евро надо заплатить за перевод это в общем то но не совсем уж мелко на данный момент как я слышал самого что-то тинькофф банк переводят по 15 евро кажется комиссия тинькофф банк очень интересно я опять же выскажу собственное мнение значит я позвонил в тинькофф банк в этом банке нет офисов как таковых я вот я хочу перевести день он берете необходимую сумму кладете в банкомат и после этого дома по компьютеру делаете перевод я задаю вопрос а если какие-то сбои если какие-то недостачи будут там если будет какая-то ошибка в расчетном счете там же у них даже офисами пойти некому узнать то есть вот именно через тинькофф давних комиссия смешно вот именно сама процедурная вот это вот форма на меня честно гасили насторожилы я не сталкиваться не в мобильное приложение есть там удобно можно через мобильных технической поддержкой есть скриншот показывать вроде но честно психологически ты кладешь в железный ящик свои кроны причем немалые если ящик что-нибудь не так сделает или в банке какой-то сбой произойдет то я хочу сказать из опыта общения с нашими российскими банками они у меня честно вызывает доверие весьма такое небольшое банки и есть еще другие методы кто как может но кто-то контрабанно привозит обвязывается там и идет на если вдруг его поймать вот вы переехали прилетели симку приобрели там для контактов обмен валют вот вас были вопросы да с телефоном да интересно слава богу не ошибся вот мой собеседник меня как говорится выручил последнюю минуту значит стандартная процедура когда ты приезжаешь ты своим паспортом приходишь в любой офис там тур телеком другие там какие-то офисы и тебя дают так сказать туристический пакет куда входит значит определенное количество звонков и определенное количество интернета после того как ты получаешь и комет оказывается ты должен выбрать тариф о чем я совершенно не подозревал но все время приходили какие-то эсэмэски что лиры у меня кончаются лирами окончается я ходил в офис платил денежки оказывается платил их в никуда просто никуда просто заполняли бауза да просто а тарифа нет и соответствие вообще не мог воспользоваться как оказывается да вот это важная информация нужно вам купить тариф там она меняется там есть пять гигабайтов плюс двести пятьдесят минут это внутренних звонков по всей турции в любые операторы там truexel vodafone бим бим сим ну там несколько да убима есть например у турцелеком есть мобилист тариф называется 5 гигабайтов 250 минут и тысячи sms x стоит сорок две лиры каждом месяце вы должны это платить ну да тариф общем и три лиры там у многим приходит эсэмэска 3 целых 125 люди думают три тысячи лир что ли да и на урок это три лиры налог за сим-карту государственного который у вас вычитать так что не беспокойтесь и не паникуйте бывает потом я хотел коснуться еще такого вопроса который наиболее над животрепещущий практически для всех кто планирует переехать стоимость жизни в турции я подозреваю x к счастью или к сожалению пока вот нам не попадались люди которые попадали в тяжелой ситуации из такого скажем неправильной оценки того а что тебе еще придется здесь тратить деньги я надеюсь может быть как-то следующий там нашу встречу с нашими зрителями пригласим человека который действительно реально укладывается если перевести на наши рубли в пятнадцать тысяч причем это знать но это два пенсионера то есть не хватает но я смотрел там ролик одной женщины не помню как его правда зовут и она сказала очень интересные аспекты которые я думаю всем было бы очень интересно тоже учесть что помимо питания вестись еще какие-то другие расходы ты когда здесь живешь ты должен платить за электричество ты должен платить за воду ты должен платить за мобильную связь должен интернет да за интернет интернет и дома нужен практически сейчас все это деньги относить небольшие но тем не менее это тоже надо за транспорт надо платить если ты приезжаешь на машине то должен какие-то там небольшие резервы денег иметь на техническое обслуживание на бензин на какие-то может расходный материал то есть в принципе да посчитать один раз мы снимем ролик да то есть вот эта стоимость постоянно меняется и за декабрь месяц так что в ямаре придется снять ролик а то что уже минимальную зарплату турции сейчас сделали 4250 сегодня потом еще хотела тоже одно вопроса коснуться он может быть конечно немножко стране от нашей беседы но эта вещь очень такая же утрепещущей это касается как раз недвижимости для многих сейчас например достаточно большим шоком стала рост внезапной цен как пример могу привести ситуацию у меня есть родственница которая достаточно давно на лет 8 или 10 купила квартиру с моей точки зрения но далеко не самая оптимальная во первых она ground как называется там ground level ну короче на уровне земли ты даже не 1 турецкая фактически и заплатил в свое время так в общем у нее сложился и отчасти обманули достаточно большую сумму в турции или другой турции здесь как раз махмутларе и сейчас я с удивлением вот сегодня с ней созвонился оказывается она особенно как это не делал никаких попыток она почти отчаялась уже продать даже хотя бы там и процентов за 70 вложенных денег а сейчас ее нашли она живет не в турции она живет далеко в другой стране нашла и значит там по контактному телефону риэлторское агентство и срочно горит есть желающие купить эту квартиру практически за те деньги что она платила когда тоже был очень большой всплеск на значит плюс выходит но она них плюс она дай бог в ноль выйдет но та квартира которую она рассказывала это вообще мурак во первых это на уровне земли во первых это чисто турецкий дом отсутствует как таковой плюс там сырые значит углы там даже плесень он оборолся все от того что цены на рынке подняли за недвижимость уже кто что может закупается я опять же обращаюсь к тому у кого какая-то идея еще приобретение она есть то в принципе даже вот смотря на вот эту ситуацию как тут возникает мысль что если есть возможность и деньги позволяют то я бы как-то сказать задумался о том чтобы не откладывать долгие вещи несмотря на то что лира падает есть еще какие-нибудь нюансы которые негатив ну конечно есть и я думаю что еще негативный магазина например может быть магазин у меня вызывает самой позитивной эмоции во первых там качество продуктов ценники по сравнению с тем что сейчас лира падает это ставится но для рубля это вообще получается бесплатный продукт но к тем моментам который тоже вот так и мы мы недооценили скажем климата с одной стороны вот формально вроде смотр сейчас 15-16 градусов тепла по сравнению с россией где сейчас минус 15 казалось вообще тропики можно там чуть ли не майка холодно мне порой до отправляет фотка снега мороз я не показываю не хочу смотреть смотреть конечно не хочешь но исходя из того что есть отопление здесь вот это вот рано или поздно стены приобретают температуру окружающей среды и когда в помещении становится температура 15 16 17 градусов то это становится очень некомфортно либо надо включать скажем кондиционеры но это так с учетом стоимости электроэнергии не самое дешевое удовольствие либо вот может быть ага все поможет осуществить одну интересную затею чисто техническую изучаем на воде я надеюсь мы решим я в одной из квартир когда мы тут были рассматривали значит вопросы всякие приобретения недвижимости видели одну скажем ситуацию которая нас очень заинтриговала человек в квартире какой-то видимо скандинав сделал фактически себе водяное отопление то есть он на балконе поставил автономный газовый котел работающий на пропан-бутане два больших баллона литров по 100 подсоединил туда и сделал внутри разводку то есть как в россии стандартная вещь то есть в комнатах у него радиаторы стоят причем котел ну котлы эти делаются во многих странах и в турции тоже как я выяснил то есть мне пускал делать полностью автономно там стоит маленький внутренний циркуляционный насосик ты выставляешь необходимую температуру и она автоматически поддержит их под как раз эта идея нас как сейчас одолевает будем пытаться как-то решить этот вопрос камин вроде спас камин хорошо да нижний этаж да здесь тепло но сверху да вот я сейчас поднимался 15 градусов ком как мрамор дорогие зрители вот насчет мрамора я тоже советовал у меня тоже дома мрамор я пожил два года и потом сделал ламинат 10 миллиметров они делают прокладку под него белый там 3-5 миллиметра я сделала ошибку она синего цвета 1 белый цвет мне сказали что белая боли лучше она дышит синяя не дышит какая-то вот губка такая но она пористая немножко подешевле после того как уже ламинат на застелили стало лучше если я сделал 5 миллиметров стало бы еще потеплее так что советую если будет стать ламинат синяя такая прокладка 5 миллиметров толщину ее поставьте агася вот еще такой вопрос вот с вашей точки зрения качество по теплоизоляции домов отличается новые от старых до старых там именно бетон если приходит зима то он сразу же холодеет его согреть сложно или нужно какой-то исполнили теплые полы или теплые ковры вот есть красная продается специальный по красную 2-3 месяца электричество много будет зажигать лучше потратиться чем заболеть потом при болезни два-три раза больше потратить я все можете обращать перри вопрос к вам а вот вы исходя из вашего гораздо более богатого опыта вот если бы выбирать и недвижимость и вообще переезжать на пмж какие бы моменты вы решили так сказать ну предусмотреть заранее на вашем так это уже опыта какие минусы могли бы по поводу полов по поводу полов то есть оптимально надо взять важная зимой если я буду жить 12 месяцев в алании здесь в основном лето же 6 7 месяцев чтобы не не было пекла самое я выберу или западной или северную сторону но средний этаж и нижний не верхний ну то есть чтобы сверху было тепло и снизу если там обитаемая между двумя квартирами тема сырости да в каких-то зданиях есть аналогов то нет но все зависит от того как застройщ построил изоляция там такая краска была использована силиконовая не силиконовая там много нет есть гранцев сейчас более-менее вышли новость с краски всякие из-за этого я бы выбрал северную северо-западную сторону а зимой зимой вытерпеть можно кондиционер печка включил зато летом не пользуешься кондиционер открываешь двери балкон сквозняк дома я вот еще нам тоже таким моментом который тоже следует учесть для тех кто будет перережать обычно у всех ассоциация когда ты задумываешься переезде на море это получить квартиру по возможности конечно материальный на первой береговой линии значит у нас тоже была такая навязчивая идея выходишь на балкон вот море шум там чайки летают волны бьются сказка потом когда я почитал значит всякие там форума описание значит самая как говорится первая линия береговая во первых холодный период времени сильный ветер сильные ветра причем ветра здесь ураган порой ураганы до бывают сильнейшие то есть соответственно все вот эти вот плюсы и минусы которые приносят ураган будут все твои это во первых во вторых вот ног за дороги до шума дороги но это опять же касаемых мутлара здесь действительно проложен тай-рога который по сути дела на типа объяснение дорогу уже доделают что они дошли до тосма на сейчас там мост уже готов туннель роет еще до карта джака и дальше буду делать это на руку а там уберут машину вообще все или так же сперва легковые останутся грузовые уберут потом уже легковые тоже плане убрать будет а то есть просто взял береговый береговый что-то планирует поживем мы видим потом наверно опять же если вести речь о аланье надо тоже как-то себе на более-менее четко картину такую нарисовать что скажем береговая линия с точки зрения пляж она весьма неоднородно вот агаси живет тосмаре который вызывает до в него самые позитивные как это чувств потому что там прекрасный пляж бежит речка замечательную и инфраструктура вся есть на этой улице то что нужно но там есть один минус там существенно дороже по сравнению с другими районами на земля дорогая там и редко продается и новостроек там мало а несколько проекта известно только год назад построили off-tower там цены на 2 плюс 1 начинались от 110 тысяч евро на котловане но это на котловане то есть когда будет построен дом там вообще на 130-140 уже 120 было минимально нижней средней тоже говорил 110 потом что-то цены начали подняться на рынке и они за цену тоже подняли там за 300 тысяч евро есть я снимал ролик стать дизайнерской квартиры там остались дуплексы остальные все продано я думал не купят шоку там до моря 600 метров от этого проекта а там какая-то в горку или дорогу или на немножко город тосма считается одна из скалистых по мест неровно холм и плиты там от землетрясения вроде более-менее устойчивая плата именно в тосма такая вот тоже тема есть между турков так вроде бы тут вообще вся ладийская зона я лагу не все смешно поднимается вверх и немного везде там в основном живут немцы и скандинавцы на речке датчане есть проект который датчане строили турки местные и много русскоговорящих народов есть агася вот еще такой вопрос тоже так мы для себя такого скажем окончательно вы это не сделали вот с точки зрения расположения квартиры если там ты на барбароса или на татюрка вот с точки зрения комфорта или это практически равноценно единственно просто более удаленной от моря а если для нас море далеко километр для нормальной моих понятиях есть люди которые хотят 200 300 метров шага доступность но когда пешком ходите вы не замечаете ни эти минуты не эти метры а татюрка верхняя сторона татюрка более-менее тихое спокойное место чем улица барбароса и сама татюрка средняя там шум между улицей а татюрка барбароса именно середина то есть самая номера где-то из школы там звук детей но там и звонки знают мелодии мелодии такие и отели а эти самые которые минареты минары они они же там как начинают азан азаны то есть иногда там если кто рядом живет там же очень шума то есть я думаю тоже надо обращать внимание если это как-то у вас люди привыкают сколько у меня знакомых из за рубежа и наоборот азан и успокаивать после двух двух недель проживания в турции наоборот сом виде утром расслабляющая расслабляющая именно молитва гася вот такой вопрос не напоминает людей что нужно благодарить всевышнего я его надо вообще буду из-за того что мы вообще живем на этом свете если бы не было его воли на всем людям которые забыли ну в принципе да агася а вот такой еще вопрос а как-то вот замечали ли вы какие-нибудь межнациональные трения между там турками и приезжим очень очень редко очень редко бывает это необразованные люди это дело необразованные сила как какие-то там очень редко бывает такое угол два года один раз может быть я услышу от кого-то что там кто-то выпил начинается из или из-за алкоголя или из-за наркоманов может турции наркоманов из турки везде есть но как-то я честно говоря здесь не стреляет они тоже бывает ну то есть если ты не хочешь никаких приключений то их специально не надо искала нет русский район города и на курорт здесь более-менее сильно боятся полиции и не хотят лишних проблем туриста нельзя то есть туристу риск на такую да то есть он буквально всегда что ли правда я не всегда если он не прав в полиции как-то ну короче более тактично более объясняет что зачем так сделала больше не делай россии два-три дня может задержать успокоить атома пустить и штраф написать а сколько вы уже тут живете в турции уже четвертом четвертый год я просто почему спрашиваю у многих скажем когда вот мы тоже именно в алании 4 когда я еще в антаре в обществу что у вас больше там более-менее пожил так как трафик пробки гормоза зима суровая чем аланян холода ливень начнется пять дней ливень из остановки может быть порой тут ла ланча нравится ливень начинается час может быть потом 30 минут останавливается два часа останавливается свои дела делаешь ходишь ну да здесь он такой природу солнышко резко выходит с этой стороны радуга уходящий природа водохранилище много красивых мест где погулять а минус от анталии то что он большой город я еще 2015 году когда там жил для меня он был гипербольшим городом но он миллионит там больше миллиона только народу после пандемии туда переехала и сами же граждане турции которые живут в больших городах как измир как анкара как истамбул а то той изоляции они уехали в южные города турции на себя переехали можно сказать что продали все многих я знаю и работают живут все прекрасно плюс иностранцы многим переехали купили недвижимость и анталии вот два дня назад вдруг поехал в анталию аланья любовь там такой пробки такие большие стали людей очень много стало куда не поверняешься люди ну да ведь наверно тоже но не знаю как это такой тоже аспект вообще в принципе если кто-то задумывается о переезде в турции большинство но анталия вообще на слуху у всех там и гостиничные комплексы в окрестностей и самолет туда летят но я хочу сказать что вот если кто-то хочет жить скажем но более-менее такой суетливой атмосфере большого города то это на лучшего в анталии кто хоть себе бизнес там открыл с работа немножко там сложно тоже скажу рабочие визу тоже сложно не каждом да там сейчас за инфляцией за самим турком работа сейчас тоже разговаривали с друзьями насчет тема минимальная зарплата уже сделал 4250 лир и многие частные компании будут сокращать даже потому что 4250 лир это только зарплата минимально там есть страховку платить должны они плюс-минус 7-8 тысяч лир за каждый сотрудник должен она узналов в пользу выходит полностью налог и вроде будут даже не будут сквозь но это будет этот процесс что-то к нам стучится это вратить пошел до потом я вот еще тоже хотел сказать опять же по поводу выбора вот мод если конечно можно так сказать аланья это городская деревня и город и деревья да то есть некий такой симбиоз во первых он достаточно спокойно старая часть немножко поактивнее там более такие дома скажем с колоритом именно восточным таким туристическим турецким скажем района оба тосмур кестель махмутлар это уже приближена каким-то таким вот более-менее урбанистическим представлениям но это все маленькое компактное без пробок без каких-то вот напряжений так чисто связанных которые с большого города большом городе там какая-то вообще эмоциональная психическая какая-то совершенно другая атмосфера там по-другому себя чувствуешь здесь вот мы когда приехали здесь какой-то вот такое знаете расслабление проснулись никуда не торопится позавтракали смотрим час у нас спрашивают сколько времени час не может быть мы недавно встали только позавтракали пошла посмотрел на часы и возумление уже час причем такая спокойная спокойная река такое понятие у людей все равно мы приходим и уходим из этого мира когда торопиться многое не заберешь не заработаешь все приходит это был хороший у нас такой поэт и певец высоцкий у него там одной из песен была интересная фраза на встрече с богом опоздание не бывает поэтому если кто хочет более-менее спокойной размеренной жизни но при наличии конечно возможности чисто материально жить счастлива море солнышко до фрукты овощи все есть рыбалка то рыба дать и да вы бы тут много с голоду а ваня тоже не потом еще вот я тоже хотел такой но мы наверное тоже мы когда женой рассматривать какой-то вариант переезда то скажем на 8 9 месяцев россии мы посмотрели венгрию чехи в болгарию но европейские страны там с точки зрения миграционного законодательства и стоимости жизни нас не очень как-то воодушевили и мне сказала одна женщина в болгарии когда может нам собрали значит бросать я крик и чего будет так торопитесь приезжайте поживите хотя бы месяца два почувствуйте ритм почувствуете социум который вас окружает посмотрите на погодные условия вообще на все что и после этого вы примете решение поэтому исходя из соц опыта я могу сказать приезжайте обращайтесь к гости он вам покажет во время пребывания что здесь можно купить по каким ценам и почувствовать даже может быть и не покупая ничего ваше это место или нет или просто позвонить посоветоваться я дам вам советы что можете сделать можно не встречаться просто скажу куда поехать что увидеть и понять какой район в будущем вы выберете лес жизнь волой от времени любого бога грица дала заряд позитива чего но не бедный он хороший у меня это время это насчет это до нас насчет встречи короче агаси боится что для не хватит время и душевных сил на всех кто к нему подтянется источнику знаний помощи и формат порой бывает в 11 12 бывает и гестатор общаюсь совету берут объясняю и открытка беседе открыт на знакомство но давать технические дела работы мастера сам понимать с мастерами трудно порой друзья звонят помоги я как так как знает турецкий язык все звонят как переводчик и только не так объясняет и разнорабочий который долбит но мастер на все руки как вы рассказали то что ваш опыт но чтобы пока небольшой за нашел насколько же месяц но два с месяца но так непрерывном режиме на ходе сначала так что лучше спросить чем сделать какую-то ошибку заранее но когда прежде чем бросаться лучше пощупить брод да правильно так спасибо андрей ваше интервью за ваше объяснение нашим дорогим зрителям спасибо наших подписчики и зрители что послушали нас уделили время так что не совершайте тех ошибок который совершил да андрей и не только андрей и многие которые при перейти завязали ошибки я сам много ошибок совершал я на доверие вырос и многим доверял и из-за этого меня тоже многие призне тут тут обманывали меня были компании также на работу принимали мошенники на это другая история долгая история дорогие зрители если вы все еще не подписались на наш канал подписывайтесь чтобы не пропускать новые наши ролики и также комментируйте рассказывайте про свою жизнь какие ошибки вы сами совершили при переезде и чтобы другие зрители тоже прочли и мы можем не все рассказали потому что у вас опыт насчет ошибок другую каждый человек он может быть сделать небольшой ловерды значит если у кого-то какая-то очень интересная нестандартная ситуация произошла жизнь если у кого-то были какие-то большие проблемы которые он испытал здесь при переезде при жизни я думаю было бы безумно интересно пригласить этого человека снять интервью и он бы поделился тем печальным может быть опытом который так сказать он бы советовал не повторять другим так что если у кого-то есть такая ситуация сложная жизнь и звоните пишите под номер который указан на канале и мы с радостью с ними пламя и пригласим гостя посидим у камин и по каминам выпьем чай там можно идти покушать по римке чай можно так что всем пока пока